Чебоксарские школы рассматривают возможность перехода на пятидневный режим обучения. Отменить занятия в субботу для учеников первых-восьмых классов предложила федеральный министр образования. Инициативу Ольги Васильевой обсудили в городской администрации. Накануне там прошли публичные слушания. Мнение за и против выслушали мои коллеги. По данным проведенных опросов, перейти на пятидневную форму обучения готовы большинство учеников и их родителей. Причем 10 чебоксарских школ уже не первый год работают в таком режиме. Их директоры отмечают, перестроиться было несложно. В 45-й школе столицы при переходе на пятидневку решили убрать из учебной программы только один час физкультуры. Потерянный урок дети компенсируют в секциях. Если при шестидневной рабочей неделе у нас, скажем, в пятых классах 6 дней было по 5 уроков, то сейчас у нас стало 4 дня 5 уроков и 1 день, скажем, 6 уроков. Сколько положено уроков математики, столько мы и ведем, согласно стандартов. Сколько положено русского, столько же мы ведем предметов часов русского языка. Переход на пятидневку поддерживают и психологи. У ребят появится больше времени на отдых, что не может не сказаться на успеваемости. Большинство родителей тоже согласны. Дополнительный выходной детям необходим. Против пятидневки выступают школы с двухсменным режимом работы. Уроки у ребят будут заканчиваться слишком поздно, а проводить факультативы при таком графике станет невозможно. У нас в этом году увеличилось количество детей. Если в прошлом году у нас было 1200, то в этом году 1250. На следующий год мы опять ждем наплыв первоклассников. Две смены у нас, скорее всего, не ликвидируются. Так и будет оставаться вторая смена. И не надо забывать о том, что детей надо еще занимать кружковой работой. Учителя опасаются, что после перехода на пятидневную учебную неделю будут сокращены выплаты заведения факультативов. В управлении образования Чебоксар предлагают проводить секции и кружки не в будни, а в субботу. При переходе данного процесса просьба подойти внимательно к расписанию для составления именно этого пятидневного режима. У нас здесь возражений никаких нет. И субъезти, конечно, недельную нагрузку. Так что у нас максимальная нагрузка приходилась на вторник и в среду. Переходить на пятидневную форму или нет, в конечном итоге решат родители. Руководство школ обязано обсудить этот вопрос на собраниях. Если инициативу федерального министра поддержит большинство, то учиться по пять дней в неделю школьники начнут в следующем году. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин. Республика.